сегодня мы протестируем три магнитных аккумулятора для iphone 12 фирменный macsave пауэрбанк от apple магнитный аккумулятора танкер и недорогой пауэрбанк от китайской green выясним какой из них быстрее лучше и удобнее а еще расскажу вам что не так с аккумулятором apple и почему вам стоит посмотреть это видео перед его покупкой и так три аккумулятора apple анкер и green самый маленький самый приятный тактильно от apple разумеется он сделан из белого пластика приятный на ощупь и очень тонкий действительно маленький кстати объем у этого аккумулятора всего 2920 миллиампер и стоит он 100 долларов сша или девять половиной тысяч рублей в россии на его корпусе кроме разъема lightning и одного светодиода сигнализирующего зарядки больше ничего нет такая лаконичность второй аккумулятор это анкер 5k 5k значит что объем встроенной батареи его 5000 миллиампер очень логично анкер тоже сделан из матового пластика только черного цвета а бывает кстати и другие цвета темно-синий светло-зеленый и лавандовый тут выбор как видите побогаче анкер это не маг сейф аккумулятор то есть он магнитится конечно у него есть магниты но он не определяется системой как маг сейф зато стоит всего 55 долларов ну не всего а вообще 55 у него на корпусе есть светодиоды помогающие определить примерный уровень заряда а еще есть тайп си с помощью которого можно заряжать и сам аккумулятор и использовать его же как проводной пауэрбанк и третий вариант в нашем тесте самый дешевый это аккумулятор от фирмы green если вы знаете такую вообще именно таких пауэрбанков под разными брендами встречается много видимо какой-то завод в китае наладил их производства фирмы просто ставят сверх свои логотипы у меня это green и главное преимущество этого аккумулятора это его цена найти такой можно за 1800 рублей на алиэкспресс или за 30 долларов на amazon и даже дешевле если постараться и несмотря на то что это китайский китай работает эта штука вполне прилично этот аккумулятор тоже сделан из пластика но самого обычного глянцево и внешне он самый непрезентабельный очень простой зато кроме светодиодов показывающих уровень заряда и двухстороннего тайп си тут еще есть и большой юсби а то так на всякий случай а еще у него самый большой объем 10000 миллиампер фактически объем конечно же меньше что-то около семи с половиной но все равно больше всех давайте теперь немножечко интересных деталей у аккумулятора apple на внутренней части там где магниты прорезиненная поверхность из-за чего он очень хорошо держится на задней крышке телефона и не скользит а еще тут есть поперечный магнит который не дает аккумулятору крутиться и работает это вполне неплохо аккумулятор от apple практически не мешает руке потому что он самый тонкий и вообще такой формат мне понравился больше всего у пауэрбанка от green тоже резиновая магнитная поверхность плюс сами магниты очень мощные и в результате он отлично держится на скользкой матовой поверхности iphone 12 pro зато он самый большой держать в руках такой аккумулятор и iphone на нем не очень удобно ну а хуже всех с магнитами дела обстоят у анкер у него нет прорезиненных областей только матовый пластик из-за этого он легко прокручивается если телефон без чехла и хотя у него тоже есть поперечный магнит фиксатор работает он плохо и аккумулятор легко сдвигается с места но если телефон в чехле то анкер 5к тоже держится хорошо зато анкер 5к как я уже сказал можно использовать как обычный проводной аккумулятор у него для этого есть тайп си выход и мощность до 10 ватт у пауэрбанка green тоже есть такая возможность еще есть и дополнительный порт юсби а вообще можете одновременно заряжать три устройства с этим аккумулятором два по проводу и один с помощью беспроводной зарядки правда все это будет работать конечно же медленно но будет но аккумулятор от apple можно использовать только в беспроводном режиме однако у него есть другой бонус если подключить к нему кабель и зарядку мощностью 20 ватт то он работает как самый обычный максейф зарядник и выдает примерно те же самые 13 15 ватт сначала он заряжает телефон а потом себя и если оставить такую связку заряжаться на ночь что утром у вас будет два готовых заряженных девайса это в общем можно сказать удобно ну а теперь перейдем к тестам но сначала маленькая ремарка замерять скорость зарядки мы будем с выключенной функции оптимизированная зарядка знаете если вы зайдете в настройки аккумулятора вашего айфона то в разделе состояние аккумулятора сможете найти ту самую оптимизированную зарядку в этом режиме телефон заряжается в щадящем режиме и последние 20 процентов добивает очень медленно чтобы уменьшить износ и вот теперь пора перейти к тестам начнем с простого тест начала зарядки тут безусловно круче остальных аккумулятор от apple чтобы он начал работать надо только примагнитить его к телефону вы тут же получите уведомление о том что пошла максейф зарядка еще сможете увидеть сколько заряда осталось в аккумуляторе причем видно и при подключении и виджете зарядки аккумулятор от green тоже имеет максейф анимацию он тоже определяется как максейф но чтобы он начал заряжать надо сначала нажать на кнопку сбоку на корпусе такой вот небольшой дискомфорт но к сожалению так работают все пауэрбанки подобного типа нажимаете на кнопку примагничивать аккумулятор и он определяется как максейф однако уровень зарядки можно посмотреть только на корпусе там есть четыре светодиода дающие примерное представление о том сколько зарядки осталось а вот у пауэрбанка анкер нет ни анимации максейф потому что это и не максейф вовсе а просто магнитный аккумулятор и для его работы тоже надо нажимать на кнопку перед началом зарядки оставшийся заряд также можно посмотреть по светодиодам на корпусе и вот теперь давайте наконец самое главное сравним скорость зарядки для начала зададим эталон проверим скорость обычной максейф зарядкой вот таким магнитным блинчиком который подключен к зарядному блоку на 20 ватт и должен выдавать мощность в 15 ватт эта связка полностью заряжает iphone 12 за два часа и 45 минут за полчаса телефон заряжается на 30 процентов а за час на 55 и вот теперь давайте сравним эти показатели с максейф пауэрбанком от apple он за первые полчаса заряжает смартфон на 17 процентов оказалось что заявленные 15 ватт пауэрбанк выдает только если вы используете его как беспроводную зарядку то есть когда вы подключаете к нему кабель и кладете сверху телефон а когда вы используете его как обычный аккумулятор то он выдает максимум 5 ватт в лучшем случае аккумулятора танкер на максейф не претендует и выдает свои 5 ватт чуть чуть меньше и за 30 минут заряжает iphone 12 pro до 19 процентов но самый удивительный результат у аккумулятора green потому что он выдает примерно 9 ватт и заряжает за полчаса телефон аж на 28 процентов но на длинной дистанции результат начинает немного выравниваться за час аккумулятор от apple заряжает телефон на 32 процента анкер выдает такой же результат 32 процента а аккумулятор green 39 дальше еще интереснее примерно за один час и 50 минут аккумулятор apple успевает зарядить телефон на 61 процент и умирает это все на что его хватает он разряжается в ноль анкер же за два часа заряжает iphone на 64 процента а максимум что он может отдать этот 90 процентов и происходит это за три часа и 10 минут в итоге единственный аккумулятор который может полностью зарядить iphone 12 pro это китайский green делает он это за три часа ровно и у него еще остается 30 процентов заряда то есть фактически можно зарядить смартфон полтора или даже два раза если заряжаться как обычно с 20 до 80 процентов это все тестировалось айфон 12 про результаты iphone 12 будет сопоставим и потому что там такой же аккумулятор если вы пользуетесь оптимизированной зарядкой то скорость будет еще меньше мы кстати проверили точно такой же тест и на iphone 12 мини вот просто для интереса и даже его аккумулятор от apple не смог зарядить полностью результат получились такие но это еще не все аккумулятор от apple по-настоящему удивляет если использовать смартфон во время зарядки то он не будет заряжаться вообще он будет просто поддерживать заряд вашего телефона но не увеличивать его а если вы будете играть то зарядка вообще будет тратиться то есть мощности аккумулятора не хватает чтобы компенсировать разряд во время игр поэтому если вы такой аккумулятор подключаете то телефоном лучше все-таки не пользоваться это по сути даже не powerbank это скорее дополнительный буст увеличитель встроенного в iphone 12 аккумулятора powerbank а танкер более универсальный он может почти полностью зарядить iphone 12 его можно использовать еще и как самый обычный powerbank подключили кабель и заряжаетесь и главное если вы играете и заряжаетесь то телефон не будет разряжаться он даже будет немного но заряжаться а самый неожиданный и удивительный оказался аккумулятор от green он во-первых может зарядить телефон на сто процентов и у него еще останется 30 процентов заряда и он кстати еще и заряжает быстрее всех у него хорошие магниты и он тоже может заряжать телефон по проводу конечно при этом он сильно больше остальных но зато вы можете вообще подключить нему три разных устройства одновременно какие в итоге будут рекомендации по своим размерам мне очень понравился аккумулятор от apple он действительно удобный если бы он выдавал 15 ватт и мог полностью зарядить хотя бы один раз iphone 12 то даже 100 долларов за него было бы не жалко потому что вещь удобная и универсальная но в таком виде какой он есть сегодня советовать вам этот аккумулятор я конечно же не могу если вас все устраивает и денег не жалко то велко анкер получился универсальный он стоит 55 долларов и заряжает телефон почти полностью но он не так хорошо держится на телефоне без чехла и скорой зарядки то тоже не самое высокое в целом анкер вещь интересная и купить такой при большом желании можно а вот green удивил больше всего вот на такой точно денег не жалко он может полностью зарядить даже iphone 12 pro max он может заряжать три устройства одновременно и стоит меньше двух тысяч рублей конечно он огромный неудобный но если очень хочется магнитный точнее даже mac safe аккумулятор то вполне можно взять и такое к тому же продаются они почти в каждом в магазине где есть китайский аксессуар ссылки на все аккумуляторы я оставлю в описании кстати если не смотрели наше видео про mac safe автодержатели обязательно это сделайте там нашли самый лучший и удобный но еще обязательно посмотрите наше видео про mac safe зарядку и всю правду про нее все ссылки я оставлю в описании к видео если понравилось поставьте пожалуйста ваш лайк это помогает продвигать наши видео и стимулирует делать нас больше интересных роликов а это зорока всем пока